Благодарение Богу, который дал нам милость, дал нам возможность быть на этом месте. Я так вспоминаю один момент одного брата, который говорил о себе слова. И он рассказывает историю, говорит, я сижу в собрании, слушаю Божье Слово, слушаю псалмы. И вот встает брат за кафедру и ведет тему о благодарении Богу. И он говорил и призывал к тому, чтобы людям всем прославить Бога. Наводил разные примеры. И этот брат говорит, я сидел так внимательно, слушал и задавал сам себе вопрос, а за что же мне благодарить моего Бога? И когда я так рассуждал, брат закончил проповедь, все встали на колени и начали молиться, взывать Богу, Его славить. И во время молитвы Господь подводит к сосуду, к тому человеку, и он говорит, подходит ко мне сосуд. И так легенько ударили, тронул меня по подбородку и говорит слова, а ты вспомни, развернулся и ушел. И говорит, я начал вспоминать и вспомнил момент, когда я еще был неверующим человеком. Я был бригадиром бригады, где мы строили дома, делали различные ремонты. И вот момент, мы построили большие, высокие строительные леса, скафелин. Поставили скафелин и делали какой-то ремонт в сам билдинг. То есть ремонтировали здание. И был день, когда эти скафелин, то есть леса, они обрушились. Несколько человек, смертельные исходы, несколько пораненных. А говорит, меня вот эта труба легонько ударила по подбородок. Ну я посчитал случай такой, как бы везучий случай. Родился в рубашке, все хорошо. А потом через время в дом мы зашли миссионеры. Говорили о Христе. Мама моя покаялась, семья покаялась. И потом говорит, я покаялся. И здесь я вспомнил, что Божья милость, Его ограда на жизнь была надо мною. Прославил Бога. Друзья, я могу много о себе рассказать, сколько Бог хранил от опасностей. И я думаю, сегодня сидящие вы на этом месте, можете заглянуть в свое сердце, в свою жизнь. Просмотреть дорогу жизни. И можете согласиться со словами мужа Божия, который говорил, Абоньезер, до этого места помог нам Бог. Аллилуйя. До этого места мы живы, мы здоровы. И мы стоим пред нашим Богом. И интересные моменты, когда я вспоминаю Иисуса Христа, Его жизнь. Когда Он ходил на земле, встречался с людьми. В тот момент Он увидел на фанаила, говорил, Отныне будете видеть небо открытым. И Он, когда будучи на острое Патмос, Также взглянул в свое время, увидел открытое небо. Я задаю вопрос, почему? И прикажу к тому мнению или к тому, Ну, факты, то есть переживания, Когда Божий народ приходит в дом Господень, Встает перед Божьим лицом, Бог дает право видеть небо открытым. Аллилуйя. И сегодня мы, на этом месте, среди нас Господь. Небо открыто, Божья благодать, Она изливается в наши сердца. Аллилуйя. И важно сегодня каждому из нас Уподобиться мужу Аввакуму, который говорит, На стражу мою стал я, И стоя на баше наблюдал, Чтобы узнать, что скажет Он во мне. Сегодня наша задача, будучи на этом месте, Узнать, не что скажет другому, А что мне Он заговорит, А Его труба сегодня звучит в сердце моему. Будет момент, придет тот день, Когда написано, времени уже не будет, Но сегодня время Господнее, Время благоприятное, И Слово Божие звучит нашему сердцу. Сегодня мы живем на планете Земля, Многое, что нас окружает, Мы движемся в этой суете, И стараемся на работах, в бизнесах, Во всей жизни быть постоянными, правда? Ибо это есть успех нашей жизни. Был момент, когда я возрастал, А возрастал в семье большой, У нас где-то 16, И, ну, так знал, Отец мой женился в 26, Я себя тоже считал, Где-то в 26 женю, строил планы, Но когда мне было 19, Увидел и сказал, Я приплыл, все, я здесь. И женился в 19, И я запереживал, Все так быстро получилось, Свадьба прошла, Все благословно, хорошо, И здесь я задумался, Подожди, Я такой шаг сделал в жизни, Очень важный, Очень ответственный, А как будет дальше? Мне нужна, Ну, работа была, слава Богу, хорошая, Но все равно переживал наперед, Боже, благослови меня, Чтобы я мог содержать семью. Я желал, хотел, чтобы было все хорошо. И у нас собрания были на час дня, Но я утром, когда, скажем, Воскресенье не хотел терять это время, Всегда ходил на молитвы, молился, И переживал, Боже, Я хочу служить тебе, Я хочу, чтобы ты меня благословил. И однажды Бог заговорил мою сердцу, Через солнцу договорит, Сын мой, Вижу твое переживание, Вижу твою заботу, Твои вопросы, И Бог говорит слова конкретные, Если будешь служить мне, Я тебя благословю в финансах, Дам хорошую работу, Дам покров дома, У тебя все будет хорошо, Если будешь служить мне. За вот это, Если я взялся, Я есть человек, Много слабых мест, Много ошибок, Спотыкаюсь, Но я сказал, Господи, Как могу, Я хочу быть постоянным В твоем деле, Хочу постоянно быть в служении, Хочу быть постоянным в церкви, Не пропускать. И сегодня смотрю, 26 лет прошло, С тех моментов, Когда я так переживал, Молился, И до сих пор молюсь, Но вижу, Как Божья рука, Она не сократилась, Чтобы спасать и благословлять. Аллилуйя. И я думаю, Каждый из вас это пережили. И вот, Немножко хотел бы порассуждать О таких, О такой теме, Или мысли, Постоянству в деле Господнем. И рассуждая над этими вопросами, Хочу немножко так пройти О пяти принципах Развития духовного человека. Как физически, Так духовно, Человек развивается. И первый пункт, Можно сказать, Принцип, Это кушать, Второй, Это спать, Зарядка, Хранить себя от инфекции, И хранить себя чистым. Если мы просмотрим На эти области жизни, Это очень важно, Правда? Мы кушаем, И есть такая фраза, You are what you eat. Ты есть то, Или ты превторяешься в то, Что ты кушаешь. И кушание, Это есть часть нашей жизни. И, конечно, Человек, И все люди на земле, Они что-то себе выбирают. Другим, Ну, как-то безразлично, Те выбирают, Как кушать, Ну, что, Чем себя питать. И также, Есть последствия. Если кушаю хорошую пищу, Есть свое последствие. Кушаю не совсем здоровую пищу, Есть свои consequences. То есть, Есть свое тоже последствие. И вот, В деле Господня, Мы также, Переживая все это, Можем порассуждать. Это то, Что становится нашей частью. Мы читаем 1 Петра, 2 глава, 1 стих. И так отложивши всякую злобу, И всякое коварство, И лицемерие, И зависть, И всякое злословие, Как новорожденные младенцы, Возлюбите чистое словесное молоко, Дабы от него возрасти вам во спасение. Вот это еда. Вот мы питаемся вот этим. То есть, от чего-то мы освобождаемся, Или удаляемся, А к чему-то более-более Прилепляемся. И это очень важно, Когда мы в этом не один раз в неделю или в день, А может быть, несколько раз в день. Мы практикуем, сколько у нас есть, Ну, breakfast, lunch, dinner. То же самое у нас в духовном мире. Мы в этом должны быть постоянными. Дальше я так смотрю. Как вы считаете, песнопение, Это есть наше наслаждение, Или наше укрепление? Наверное, есть, правда? В этом есть. Бог в этом что-то делает. Бывают моменты, Когда очень трудно. И мы все на земле переживаем, Разные проблемы. Беру гитару, просто дома пою, Пою псалмом за псалмом. И приходит какое-то умиление. Я наслаждаюсь, я питаюсь Вот этим потоком Господней воды, Благодати. И мы, конечно, Мы читаем местописание 2 Ефесянам. Пятая глава в 19 стихе, Где нам говорится О этом песнопении, О том, чтобы нам Бога славить. Я так себе рассуждаю, Если я сегодня на земле Не научился здесь петь, Или не пою, Наверное, там не смогу. И так понимаю, Что в небе, наверное, Уже не будет проповеди, А вот хвала, И вот песнопение, Оно будет. И вот этим я должен Насыщать себя. И еще другое место мы, И можно посмотреть молитва. Иуда пишет в 1 главе, Там 20 стихом. А вы возлюбленные, Назидая себя, Насыщающей вере вашей, Молясь Духом Святым. Это тоже великая пища для нас. Одно из блюд, Которое мы делаем, Мы этим питаемся, И мы в этом укрепляемся. Это движет нас дальше На добрые дела. И также, Смотря на то, Вот мы собираемся, Общение. Люди все на земле. Птицы ищут себе подобных, По роду своему, Они собираются, Делают какое-то общее дело. И вот Божий народ То же самое. Приходит в дом Божий, И где-то собирается, Имеет общение. И в этом общении тоже есть Свои, Ну, свое благословение, Свой успех, Свою, ну, как бы, Ну, эффект какой-то дает В нашу жизнь. И вот мы читаем Вот эти слова Об этом общении. Это очень важно. Коринфянам 14, 26 Хотел бы зачитать эти слова. Итак, что же, братья, Когда вы сходитесь, У каждого из них есть псалом, Поучение, Есть язык, Есть откровение, Есть истолкование. Все всегда будет на заданию. То есть, когда мы предходим Или предстаем пред Богом, Вообще не таком, У нас что-то есть. Чем-то делимся, Чем-то укрепляемся, Что-то себе получаем. И вот этим мы живем. Поэтому очень важно, Друзья, нам в нашей жизни Вот этим заниматься Или быть постоянным в этом. Есть момент другой, Когда человек Морит себя голодом. Или вообще нет еды, Голод на земле, Где-то в стране. Есть различные последствия, Правда, Когда человек не кушает, Заболевает, Что-то приходит в жизнь, Какие-то трудные вопросы, Человек умирает. То же самое в жизни духовной, Последствия голода. Это есть угасание веры. То есть, вера, Она где-то развеивается, Человек не питается Живительным Господним Словом. Жизнь, Она идет в поражение. Приходят различные проблемы, Нету силы победить. И приходит дух смерти. Человек, Который не питается Господним Словом, Не питается от Бога, Приходит просто В проблему. И помоги Господь нам всем Быть в этом постоянными. Второй пункт, Это спать. Вот человек, Который на работе работает, Где-то двигается, В школе, Везде. Мы живем. Мы обязательно Должны Спать. Правда? Мы отдыхаем. Когда мы спим, Наше тело заряжается, Мы отдыхаем. То есть, И дальше мы можем двигаться. А когда человек не спит, У него тоже есть свои проблемы. Тоже в духовной жизни. Конечно, Спать мы не можем, Но, Я так смотрю, Беру этот момент, Покой. И что же для меня покой В духовной жизни? Вспоминая одну Женщину, Сестра, Которая, Она о себе Говорила, Когда она покаялась Из новообращенных, Она пришла к Богу, Отдала сердце, И вот здесь момент. Она читает слова, На всякое время бодрствуйте. Иисус говорит, Бодрствуйте, А что говорю вам? Говорю всем бодрствуйте. И она увидела это, И как? День не спит, Второй день не спит, Нужно же бодрствовать. Приходит к пастору, Пастор, А как жить? Ну, Библия говорит, Нужно бодрствовать. И здесь пастор, Которому Бог дает мудрые сведения, Объясняйте эти слова. Это должно быть на своем месте, А дух должен быть бодр. Но, Когда мы в Боге, Когда мы приходим на Господа, Или доверяемся Богу, Тогда мы имеем этот покой, Наша душа покоится, Она не терзается. Много у меня есть людей, С которыми работаю, Которые в жизнь приходят проблемы. Человек, Он как рыба в воде бьется, Влево, вправо, Нет выхода, Не знает, куда идти. Ему говорили слова о Христе, Он отвергает, Это неправильно, Это миф, Это чушь. А мы блажены, Правда? Христос нас призвал, Говорит, Все труждащие при нем, Придите ко мне, Я успокою вас. И вот наш покой, Это есть уверенность в Иисусе Христе. Мы читаем Иоанн 3,16, Такие слова, Ибо так возлюбил Бог мир. Для чего? Чтобы всякий верующий Поверил в того, Кого он послал, Бог Сына Единородного, Самое прекрасное, Самое дорогое, Ценное, Послал, Чтобы всякий верующий в Него Не погиб и милошную жизнь. И мы видим, Друг раз говорим, Вот такие всякие ходят, От них двери закрываем, Калитки своих ворот, Всякие, А вот такой всякого Бог призвал, Говорит, Если тот всякий поверит, Получит мир, Получит покой, Получит радость. И вот, Утешение или покой в Иисусе Христе. Я так смотрю на любовь Иисуса Христа, Ибо так возлюбил. Любовь Его можно поделить на две части. Первая часть, Возлюбил весь мир ко спасению. Вторая часть любви, Это уже как любовь Отца, К спасенным людям, Которые приняли Его голос, Отозвались на Его призыв, Его детьми стали, И уже любовь Его как Отца Заботится. И здесь приходит покой. И твердое основание, Человек, когда строят же свое здание, На твердом, Не на песке, А на камне, Ему безразлично, Бурям, Вода, Ветры разные, Он в Иисусе Находит покой. И я так Бога благодарю, Что Бог дает право, На Него надеется, Открылся и имея покой. И каждый из нас, правда, Имеет покой. Слава Ему за это. Я вспоминаю момент, Мы с братьями ежегодно Летаем в Африку. Трудимся, Благовестуем Господне Слово. И вот момент, Мне нужно было улетать в Африку, Там преподавать некоторые уроки. У нас там был библейский калыш, Мы собрали Всех лидеров, Которые занимались там, В этих селах уже. И мы просто им преподавали Учение Господне Слово. И вот момент, У меня билет на руках, Я должен был улетать в Африку, А у нас обычно летим через Германию, Франкфурт, У нас там 12 часов, Лей-Овер. Вот, мы провели время, И летим уже в Джоганнесбург. И в Джоганнесбурге примерно Три часа-четыре, У нас тоже пересадка, И там Мозамбик. И здесь я лечу в Мозамбик. Мы молимся с братьями, Я переживаю. Я когда посмотрю на билет, У меня все, Как бы полет тоже самый, Сиаттл, там, Франкфурт, 12 часов, Значит, пересадки, И потом в Джоганнесбург. Но когда я увидел на билете, Что в Джоганнесбурге Я всего лишь один час, И тогда на Мозамбик, Я испугался. Как человек я испугался. Я знаю, это большущий аэропорт, Нужно пройти всякие чекпоинт, Когда тебя проверят, И потом на эту гейт, На Мозамбик. Я молился, переживал. Мы с братьями молились, Мне было слово. Когда будешь там, Говори то, что я буду полагать тебе. Бог говорил мне окончательную дистанцию, Когда будешь там, Говори, что я буду полагать. И Бог не особо сказал, Что я проведу тебя благословенно в пути, А именно сказал там. Я понял, я буду там, Все будет хорошо. Но вот здесь, Бог не говорит, как оно будет. Я переживаю. И я потом узнал, почему. Бог так часто мне говорит. Я узнал, почему. Как Бог не хочет, Чтобы я просто расслаблялся. Если Бог сказал, Я тебе сохранил. В дороге будет так, 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 так. Я себя расслабился, сплю. Боже, я знаю, ты устроишь. И все. Но здесь я стою on guard. То есть я молюсь, Переживаю на страже сердца. Господи, благослови. Залетел в Германию. Хорошо, благополучно. Меня встретили братья-немцы. Мы там день провели, Кабы, 20 часов. И я сел в самолет. В 10 вечера мне вылет. В Юганесберг. Почему я переживал? Я должен был прилететь В 20 утра. Значит, в Юганесберг. И через час должен был вылететь туда. Это был пятница. Если я опаздываю на этот самолет, Следующий рейс аж в понедельник. Ну, кому охота 3 дня В аэропорту большущему В далекой Африке сидеть? Ну, немножко, ну, как-то в сердце, Как-то не совсем приятно. Сел в самолет. Люди зашли, уже объявляют. Посадка уже окончена. Закрываем двери. И на взлет. Я смотрю на часы. Вовремя. Господа, благодарю. Слава тебе, Боже, благослови. А я сижу возле айлсит. Я как посмотрел, ну, или услышал голос. Мам, are you okay? Девочка говорит маме, Мама, с тобой все хорошо. Я посмотрел, Она лежит без сознания. Прямо здесь возле меня. Я не понял, что происходит. Я глянул, на раз пришла в себя. Мам, у тебя все хорошо? А, да, все нормально, все хорошо. Раз обратно потерял сознание. И так было пять раз. Я смотрю, она теряет. Проснулась, потерял сознание. Я уже встал, говорю, здесь есть персонал, ну, medical personnel. Подбежали все. Один бегит. Я врач, я все. Начал с ней заниматься. Я смотрю на часы. Вылетело было в 10 часов вечера. 10.15, 10.20, 10.30. Я же говорю, Господи, истели ее. Не так переживай за нее, но за себя мне нужно улететь, чтобы не опоздать. Господи, истели, что-то сделай. И вот в 10.45 ее там откачали и сняли с самолета. И вот около 11 часов вечера мы вылетели. И я как человек, плоть, она всегда дрожит, правда? Ну, плоть, она переживает. Я, Господи, я не знаю, что, не знаю, как ты сказал, что буду там, нужно делать то и то. Боже, благослови. И здесь я начал в молитве вспоминать, Господи, я слышал testimonies. Я слышал, как люди о тебе говорили, ты останавливал поезда, останавливал различные графики маршрутов, там, таксистов, все другое. Для дела Божьего. Ты все это делал, Господи. Я молюсь, Боже, сделай что-то там, чтобы я не опоздал. Останови тот самолет второй, чтобы я, ну, нормально и вовремя вылетел. Господи, сделай какую-то непогоду, что-то сделать, Боже. Я тебе не указываю, я прошу, что-то сделай. У тебя есть моменты? У тебя есть? У тебя есть какие-то рычаги, что делать, чтобы я улетел? И вот я успокоился в Боге, прочитал Господнее слово, что душа успокоится в Боге, уснул, проспал всю дорогу, был уставший, утром просыпаюсь, покушал в брекфест в самолете, вот мы приземлились. Ровно на час позже приземлились. А потом пункты приходил, ну, проходил эти все вопросы, там меня еще чуть-чуть проверяли. И вот я после всего уже освободился этих всех чекпоинтс, бегу, забежал в эту, значит, на гейт, смотрю, темно, сидит женщина за кассой. Я посмотрел, а там же не самолет, автобус, садись, а едешь в самолет, он маленький. Смотрю, автобус стоит, я возрадовался, подбегаю к кассе, говорю, мне надо на Мозамбик. Она говорит, час назад, посадка закончилась, ты опоздал. Я говорю, да нет, смотри, вот автобус. Она говорит, не понял, what is he doing here? Как мне? Что он там делает? Я говорю, меня ждут, мне надо туда. Она мне штамп, я в автобус сел, несколько минут, двери закрылись, мы уехали к самолету. Подъезжаем к самолету, еще чуть подождали, потом зашли, уже сели, заходит эта женщина-стюардесса, sorry, мы африканцы, мы очень извиняемся, вы белые люди, у вас бизнес-планы, различные планы, мы вам сорвали поездку, вы опоздали на час или полтора, мы очень извиняемся. И она объясняет, мы не знаем, что произошло, но кто-то спустил холодный лед в унитаз, все за, ну, вакуум, оно все как бы забило, pressure, ну, не в работе туалет, и мы не можем улететь. Это заняло чуть больше часа. Я руки поднял, Господи, аллилуйя, у тебя есть, у тебя есть какие-то планы, какие-то действия, чтобы мне попасть в Мозамбик. И я себе выводил уроки, когда человек, он надеется на Бога, мир в сердце, а Господь заботится. Аллилуйя. Потому наш отдых в Иисусе Христе, и когда у тебя или у кого-нибудь другого проблема, иди ко Христу, надейся на Бога, а Он совершит. Аллилуйя. Время быстро бегит, я дальше иду. И вот третий пункт, зарядка. И в чем же наша зарядка? Вот мы утром просыпаемся, да, кто-то что-то делает, чтобы нам жить, двигаться. И давайте мы посмотрим местописание. Матфея 5, 48. Можете там высветить, если можно? Написано, и так будьте совершенны, как Отец мой совершен. И вот здесь момент или вопрос, а в чем же Божье совершенство и в чем же нам быть совершенными? Я так смотрю на людей, на нас вообще, на все. Есть многие люди, которые говорят грешным, о грехе, вот ты такой, сякой, ты во грехе. Многое есть таких популярных, которые говорят о грехе, но ничего не делал, чтобы вытащить человека из греха. С этой ямы. И вот наше совершенство написано, и так будьте совершенны. В чем же заключение этого? То есть смотреть на грех, как смотрит Господь на грех. Смотреть на жертву, как смотрит Господь на жертву. Смотреть на добрые дела или на видение нужду человека, как смотрел Господь. Много можно говорить, грейтесь, питайтесь, что-то, ну как бы словами, но этого не делать. А Бог говорит, наша зарядка должна быть постоянно, в Божьем деле, то есть это все делать, это все совершать. Если увидели человека, который где-то застрял в какой-то зависимости, что-то в другом, задача не рассказать, а ты слышал, а ты слышал, ты знаешь, а там вот такой, нет, наша задача, пал на колени, увил человека, Господи, помоги ему, Боже, помоги ему, ни в коем случае не задавать вопрос, почему так случилось, и дальше, дальше, нет, помоги Господи, благослови, то есть смотреть на грех, как Господь смотрел, а он, написано, пришел, чтобы спасти погибшего. Были люди, которые его укоряли, а что он делает в доме фарисея, а что он там делает? Он говорил, что не здоровый имеет нужду во враче, а больные. Вот туда заходил, смотрел на проблему человека, женщина сидит и прикасается к нему, плачет, омывает его ноги слезами и вытирает волосами. О, если бы знал, кто она, если бы пророк, или кто женщина, знал бы, он говорит, слова вы все знаете, уже не буду продолжать, но он дает спасение, видит, человека. И вот этом должно быть наше постоянство. Пусть нам поможет Господь в этом видеть все это и в этом упражняться. И, конечно же, как Бог за нас пожертвовал что-то делать в Господню славу, пусть в этом поможет нам во всем Господь. Нам много Библии говорит, Иоанн пишет там в 15 главе 16 стихом, чтобы мы делали эти добрые дела. Бог, я уже не буду читать, время бегит. Титу Господь, также, и Павел, мы видим, пишет титул, 3 глава, 14 стих, чтобы упражнялись в этих добрых делах. И пусть Бог поможет нам. Упражнение в молитве, упражнение в посте, в благочестии, чтобы нам быть плодоносными в нашей жизни. И дальше же, конечно, еще есть момент хранения себя от инфекции. И мы уже несколько даже лет прожили именно вот эти infection days, правда, COVID, все другое, люди что-то там раздувают или чего-то предохраняются, разные-разные моменты. И вот очень важно, да даже в повседневной жизни нам хранить себя от инфекции. Люди к этому стремятся, что-то делают, покупают маски, разные лекарства, препараты, чтобы сохранить себя. Или когда даже мы едем в какую-то страну трудиться, в нас этот пункт очень важен. Когда мы едем в Мозамбик, и особенно в день, или во время малярии, мы что-то тоже покупаем, чтобы нам сохранить себя, оградить себя от этой инфекции. Да, мы молимся, да, мы на Бога полагаемся, но все равно мы что-то делаем, чтобы нам сохранить себя. Потому что, если человек приехал безразлично в какую-то страну, месту, где там проблема, болезнь прогрессирует, и он заразится, он не может уже сделать Божье дело. Но когда он в этом упражняется, или это делает, он тогда безопасен. И в нашей жизни то же самое, друзья, в духовной жизни хранение себя от инфекции. А через что может зайти инфекция? Как вы думаете? Ну, через телефон может зайти инфекция? Наверное, может, правда? Через журналы, через различные все, то, что предлагает мир, очень может зайти инфекция. Мы имеем глаза, мы можем на все смотреть, но здесь у нас есть задача не посмотреть туда, что может осквернить наше око, наш разум, наше сердце. В этом очень важно хранить себя от инфекции. И, конечно же, дальше хранить себя чистым. Тоже это есть важность нашей жизни. Я вспоминаю, мы были в Украине, трудились в Одессе, ехали уже в Ровно, сели в поезд, купили себе такие купейные, ну, вагон купейный, купе, и едем. А там, получается, вы все знаете, кто-то в Украине жил, или пользуется этими поездами. Купе и коридорчик, небольшой такой коридорчик. И мы стоим, наслаждаемся, как бы, общением, смотрим на природу. И идет какой-то человек, старый такой же человек, он пришел мимо нас. Когда он еще раньше шел, там чуть-чуть смотрю, люди закрывали носы. И он пошел к нам, мы тоже чуть не упали. То есть, от человека очень-очень-очень некрасиво пахло. Ну, просто, и когда я замечал, и просто так смотрел вообще на этот вагон, он давно уже ушел, его давно уже не было, а вот этот аромат, он остался. Я себе смотрел, как важно хранить себя чистым, чтобы не распространять вот этот аромат. И я начал смотреть в духовную сферу. Нам Бог сказал, вы народ святой, люди за это его дел. И дальше, святой, что он должен делать? Освящаться. Это есть рост, правда? И когда смотрю на плод, который растет на дереве, когда он растет, он благоухает. Но когда плод перестает расти, в его жизнь приходит в силу закон гниения, и когда плод начинает гнить, гнить, он тогда начинает тоже как-то неправильно пахнуть. И вот мы в жизни нашей, если мы не растем, мы осветились, мы уже все поставили, мы на хорошем состоянии, на спидестал, хорошее спасение, ноги твердые стоят, мы перестали расти. Тогда начинаем пахнуть неправильно. Бывают слова уже неправильные, какие-то мотивы неправильные, мысли неправильные. И вот здесь плод, он должен всегда расти. Вода, которая стоит в озере, она начинает тоже зеленеть, начинает неправильно или неприятный запах издавать. Вот мы, если мы пришли, скажем, в народ спасенных людей, и просто, как мы спасены, топчемся на одном месте, ничего не делаем в Божью славу, опять-таки, возвращаясь, мы начинаем неправильно пахнуть. Поэтому благослови Господь нас в нашей жизни всегда расти. Святой да освящается еще. Пусть Бог нас всех в этом благослови, постоянными быть в деле Господнем. Кушать свое время, кушать правильную пищу, кушать тому, чтобы быть здоровыми христианами, иметь покой не где-то иначе, где обманчивый покой в этом мире, но покой в Иисусе Христе. И дальше иметь упражнение в добрых делах постоянно. И дальше хранить себя от инфекции, от греха, от нечистоты, и хранить себя чистым в нашей жизни, чтобы нам иметь полный успех от нашего Господа. В этом пусть Бог благословит нас. Мы будем молиться, да? Нашему Богу. Мы Ему будем поклоняться за то, что Он нам помогал, дал нам дорогу спасения, расставил эти путевые знаки, чтобы мы правильно шли в правильном направлении. И мне просто, я радуюсь в том, что Господь дал спасение и ежедневно напоминает, говорит, учит нас, как нам жить, чем упражняться, что кушать, где отдыхать, что делать, чтобы быть живыми христианами, совершенными мужьями, дочерями Божьими. Молимся Ему. Аминь.